Традиционно, она уже не знаю как ее назвать, наверное традиционно, о том, что здесь всегда шельмовали, на этих выборах использовали административный ресурс, что греха таить, я миллион примеров можно приводить, знаю когда там в 2004 году, даже в 2002 году как вбрасывали, в 2004 году как работники Веселовского рудника были в автобусы, загружены, я по другому не скажу, возили их там по Святогорску, Александровский район, Славянский, и это продолжалось и на выборах 2012 года, то есть это уже отработана вот такая технология, я прекрасно понимаю, что шансов победить у меня не так уж и много, я честно говорю, вот Кирикова возмущается и сейчас сидит цыкает, я вам честно говорю, но собственно говоря, даже не в этом дело, а дело в том, что пусть люди задумаются, пусть люди задумаются, посмотрят, потому что люди здесь у нас в основном читали дружковские рабочие, которые бесплатно приносили каждому пенсионеру, даже не по одному экземпляру, у нас всегда шли хвалебные оды мэру, который у нас деревья пилит, цветы садит и так далее, гвардюры белоголубыми красит, ну так вот, а то, что в головах у людей происходит, этим занимаются, ну только так, как им надо, то есть, ну обман сплошной был, поэтому я иду и еще потому, что хотелось вот пообщаться с людьми, донести вот это вот, посмотреть людям в глаза, рассказать, что по сути, ну не должно так быть в городе, я вот сейчас буквально общался с людьми, вот рассказали, представляете, бюджет города Красноармейска сейчас в три раза больше, чем бюджет областного города Черновцы, сюда деньги идут такие, что, вы посмотрите, у нас хорошо, что я считаю, там делается в городе, ну это благодаря, может в кавычках, а может и так, благодаря вот этим выборам, благодаря тому, что городской бюджет профицит, он переполненный, деньги, собственно говоря, надо, не знаю, куда девать, и годами, когда ничего не делалось здесь, вы прекрасно знаете, сейчас это все делается, ну, как бы, любая, такая, как учитель, могу сказать, вот когда аттестация у учителей происходит, и вот аттестация, она подстегивает, то есть, каждый преподаватель смотрит на свою работу и думает, а я вот это сделал, вот это сделал там, а вот это совсем не сделал, ну вот эти выборы, они, наверное, я считаю тоже, пусть они подстегнут, пусть народ выберет Гнатенко, пусть Гнатенко работает, но, но, Гнатенко и его окружение должны ответить за то, что здесь было в 2014 году, я не знаю, почему никто не занимается, а может заниматься, но я не знаю, поэтому это все должно быть вот так вот, через вот такую призму я это вижу, ну, и следующее, я знаю, что люди, которые живут в городе, многие, ну, уже, как бы, раскрывают глаза и смотрят, что вот этот план, который стоит у руля, он не должен быть, ну, хотя их нет большинства, это я, это мое личное мнение, поэтому я, ну, вот, если вы мне доверите, значит, буду от радикальной партии представлять интересы. У меня просто такой вот, знаете, чисто житейский вопрос, как все-таки по спортсмену, и, знаете, так, сколько всегда учат в начале того, что учат человека, нет правильного. Я просто, чисто такой психологический момент, как вы отнесетесь к тому, ну, если вот вы не станете, мне отразится это на вашей дальнейшем. Ничего страшного, я думаю, это... Потому что многие мне это болезненно отнесут. Даже не самоцелют, честно говоря, у меня есть прекрасная работа, которую я люблю, я считаю, у меня нормально получается, хотя Агнатенко там пишет. Нет, Виктор Иванович, однозначно, тут как раз вопрос о том и стоит, что не получит это потом на ваше дальнейшее отношение к работе? Нет, цель, нет, конечно же. Я просто переживаю за это, потому что нам бы хотелось продолжать в том же направлении работать, чтобы не было... Поэтому мы прекрасно понимаем, в каком положении здесь находится бюд, в каком положении находится радикальная партия Олега Ляшко. Буквально два дня назад, позавчера, позавчера у нас были депутаты Рады Кириченко и Куприенко. Куприенко, он вообще куратор Донецкой области. Я вам просто расскажу, чтобы вы знали и пользуясь моментом. Значит, из 45 городов, которые находятся, ну и районных центров на территории Донецкой области, 20 по ту сторону находятся. Из 25 оставшихся партийной организации есть 19-ти. Партийной организации радикальной партии есть 19-ти. В выборах участвуют 16-ти. И только лишь два города Дружковка и Мариуполь будем выставлять кандидата на должность мэра. Ну, вот такая вот ситуация. Люди просто... Я занимался, я возглавляю областную организацию радикальной, исполняющую обязанности партии Ляшко. Многие люди до... Два месяца назад давали согласие, месяц назад. А затем это все чуть-чуть развалили. Благодаря другим партиям. Ну, в частности, наш край. Поэтому и в городе здесь у нас, посмотрите, пожалуйста, что происходит. Почитайте списки. Я вот, например, мне вообще дико в блоке, ну, в солидарности. Люди, которые стояли на баррикадах, они там идут кандидатами. Вообще, ну, мне кажется, такое, что нашего президента здесь в оман уводить. То, что здесь у нас происходит. Такое ощущение. Поэтому, весь цель моя, я говорю, то есть, привлечь внимание, посмотреть вот это вот, что происходит. И работать, конечно, по-честному. Виктор Павлович, я как бы как тоже... Виктор Павлович, можно я задам вопрос? Да. Знаете, вот я... Простите меня. Я вот послушал вас, да? Как-то слишком общё. А, Михаил... Я... Фамилия моя не пишет. Достаточно ли как это представится? Ну, я не кто, можно сказать. Житель Дружкова. А, житель Дружкова, да. Конечно. Виктор Павлович, я вот вас послушал, да? Я не сторонник радикальной партии, не потому что... Не из-за того, что она радикальная, но мне не нравится, что говорит Ляшко. Мне кажется, это как-то, ну, грязь на президента, что-то такое личное. Мне кажется, Порошенко сейчас не позавидует. Я как-то так вот слушаю, на слух воспринимаю. Мне вот это всё уже, как бы, это неинтересно слышать. Опять вот это что-то он хочет там поломать. И что он хочет, я его не могу понять. Какие-то вот у него такие рефлексии, в какую сторону, непонятно, что... А я вас послушал, понимаете, общой размыто. Я вот вас вообще не понял, зачем вы идёте. Людям в глаза честно посмотреть, что-то сказать, да? Я так вам не говорил людям в глаза честно. Нет, говорили, я буквально слышал. Это же не цель. Нет, вы начали с этого, простите. Я начал говорить о том, что, говорю, посмотреть, вынести информацию. Нет, вы сказали, что...